и снова всем привет мне часто пишут в комментариях под видео что все мои тесты которые проводил испытывая пулю калибра 762 на 39 на пробивные способности не совсем корректные потому что пуля проходя через ткани цели конкретно животного на охоте она ведет себя абсолютно по-другому нежели когда проходит пакет из досок такое испытание дел когда стрелял на 250 метров потом мы стреляли на 350 метров да и каждый раз пытались поймать пулю посмотреть что с ней происходит когда она проходит именно через набранный пакет из досок я предложил чтобы вы сами выбрали себе непосредственно мишень непосредственно биоцель и сами предложили расстояние и сами предложили пулю то есть это видео вот здесь ссылочка вот сейчас появится кто не видел посмотрите в описании под этим видео было ссылка на ваше предложение но никто не отреагировал почему-то на это видео и на моё это предложение хотя идея очень была неплохая особенно для начинающих охотников посмотреть как действительно пуля работает именно по-живому потому что скажем так добыть уже кабана на заказ или там тоже косули да это нечто другое потому что ну на охоте происходит немножко другое нежели какие-то испытания там адреналин там азарт там там лай собак какие-то там загонщики то есть там абсолютно все другое как правило на действие пули никто как таковой не смотрит то есть сопровости такой целенаправленный какой-то такой опыт какой-то до нужно определенные условия ну и соответственно определенные расходы да а в итоге значит этот человек зовут у алексей он мне предложил испытать после видео когда я поставил пулю как я дорабатываю пулю hello point с пустотой в носике вот и значит предложил мне испытать ее на расстоянии 50-60 метров по косули или по под свинку именно вот у мою доработанную именно с калибра 762 на 39 именно с этой тайги мотивируя тем что на таких расстояниях на охотах 50-60 метров как правило пули все что hello point что soft point полуоболочка что оболочка fmg что не работает одинаково не пробивает навкать и уходят на вылет при таком ранении зверь в азарте в каком-то в адреналине он может таким ранением просто-напросто может куда-то уйти залечь и как бы без собак бывают свои собаки как бы не сюда срабатывать такие крепи бывает забивается что он увидел это видео и как бы его стало интересно что как бы может ли это пуля сделать так чтобы зверь не уходил далеко да вот тем более не тяжелый зверь мясным каким-то поясом жировым там и прочее прочее а именно вот он предложил косулю или под свинка да ну косули у нас будет сколько там весит 30-40 килограмм под свинок пусть там будет весит там 40 до 60 килограмм да именно по этим же причинам свое время я ушел именно на пулю hello point с экспрессной пустотой да и называют экспансивная вообще если взять как бы там исторический какой-то факт что такое экспансивная пуля это пуля которая при прохождении через цель через там какую-то там преграду да она увеличивает разрушает и увеличивает свой диаметр при прохождении то есть под эту пулю можно сейчас поднести наши полуоболочки и пули которые мы называем экспансивные если например взять немножко историй в конце 18 века когда многие армии мира уже перешли на нарезное оружие именно в английской армии поднялся вопрос чтобы сделать более убойность у нарезного патрона потому что тогда были только оболочечные пули они просто пробивали насквозь и такими ранениями как правило боец продолжал или воевать или как бы ранение было незначительно значит насколько я помню то была восточная индия в городе дум дум или дам дам как правильно вот значит придумали пулю оголив носик свинцовый да то есть это получилось как сейчас это полуоболочка соответственно вот эта пуля и было соответственно потом она уже в народе пошла как пуля дум дум да то есть это обыкновенная полуоболочка то есть пуля рушилась разворачивалась в теле наносил огромные раны появились два недостатка при использовании этой пули это первый недостаток это очень часто и подминание носика что и сейчас встречается да вот именно свинцового носика когда подавался патрон патронник ну вот и второе это было очень часто срыв отделение именно оболочки от сердечника при прохождении через нарезы стволов значит после этого пуля была доработана сделали другую конструкцию которая сейчас называется именно hello point или вот именно экспансивной полостью то есть ушли от этой полуоболочки и армии стали стрелять экспансивными вот этими дырочками в носике как мы сейчас привыкли понимать все это дело но такая пуля прожила во всех армиях по моему это всего 9 лет и потом ее запретили эту пулю потому что она вставляла огромные как бы раны это было негуманно вот это то что касается истории но расскажу почему я часто называю вот именно экспансивную полость называя экспрессной пустотой еще задолго до того как появились нарезные патронов именно вот эти экспансивные для охот скажем там на крупных животных особенно африканские были штуцера и штуцера были экспресс нитроэкспресс то есть это были огромные там болванки кипу ли просто снаряды какие-то да там просто там ужасные и у них были вот именно вот эти вот вот эти вот экспансивные полости со временем это название ушло в название как экспрессная пустота то есть это было просто пули на экспресс позже эти ушли экспресс и на нитроэкспресс и потом у нас опять же идет уже появление почти тоже в конце 18 века у нас был замечательный охотник литератор князь ширинский шахматов по моему андрей андрей александрович он изобрел пулю как раз вот эта пуля его знаменитая ширинского шахматова которая была сделана разрезом на 4 или на 3 части и соответственно там многие знатоки этого оружия в то время писали что именно князь ширинский шахматов придумал пулю для гладкоствольного оружия и на с экспрессной пустотой не называли что это экспансивная полость называли с экспрессной пустотой возможно от этого у меня пошла привычка я называю экспансивную пулю именно с дырочкой носики именно пуля с экспрессной пустотой ну да ладно я немножко отвлекся на историю мы естественно не будем испытывать нашу пулю как князь ширинских матов по медведям или там по каким-то другим более крупным животным на которых он испытал свою пулю да во первых я сразу хочу поблагодарить алексея за его предложение что он отозвался спасибо и за те 100 рублей которые ты мне прислал вот во вторых понятно что как бы 100 рублей не хватит не то чтобы там организовать испытания и там на косулю или на кабана да не хватит даже не на этом один колорадского жука какой-то поймать его застрелить там да даже этих не хватит было принято решение значит подогнать эти испытания под день рождения моего друга оператора андрея вот было принято решение купить под свиночка это будет вьетнамский кабанчик вес у него 54 килограмма знаю потому что мы покупали живым весом соответственно вы посмотрите видео пойдемте пробовать мы будем перебрались другое место где можно сделать наши испытания вон наша цель стрелять буду лежа упора именно с этим прицелом в общем на таких расстояниях конечно я бы стрелял даже стоя стрелять я буду под лопатку все как просил алексей как бы ничего своего вообще обычно я стараюсь попасть в шею но как говорится желание и желание мы не будем нарушать правила youtube а вот и поэтому не будем показывать все это очень близко чтобы как говорится любители травки вместо мяска и так прочее чтобы как говорится но в общем охота есть охота давайте сейчас подойдем в трофеи и посмотрим что получилось как вы видите без проблем с этого расстояния патроном hello point доработанным по моему способу и калибром 72 на 39 по просьбе алексея и благодаря дню рождения андрея моего друга как бы животное сразу упала и не мучилась на месте сейчас мы его разделаем и посмотрим пулю и раневой канал свинка дошла до логического завершения она обработана как бы это не дикий кабан где можно шкуру снять да то есть ее обжигали все поэтому ушло какое-то время мы переехали туда где у нас есть вода и прочее прочее значит что мы имеем мы имеем вот такой аккуратненько входное и кто спрашивал за гематому вот такое у нас выходное получилось палец значит пуля только стала заходить она уже стала раскрываться она поломала одно ребро потом пуля взорвала легкие зацепила немножко сердечко сейчас камера постарается показать сломала 1 2 можно сказать что три ребра получилось изнутри пуля пошла уже дырка ну где-то чуть меньше теннисного шарика и вот она вышла полностью к сожалению я ее не нашел я не буду врать мы имеем то что имеем у нас идет поросенок 54 килограмма расстояние было 65 метров то есть ну как говорится эксперимент есть эксперимент как говорится из песни слов не вытянешь я хочу еще раз поблагодарить алексея за его 100 рублей и предложение именно сделать такое испытание он был первый надеюсь не последний ну и как говорится зачинщика торжества в принципе владельца этой замечательной свинки у него вес в принципе даже если будет дикий но у дикой длинное рыло и длинные лапы она будет больше вьетнамец как бы я хочу после того как благодарила векте я хочу поздравить друга андрея пожелать ему всего самого наилучшего с вами я прощаюсь как говорится всего хорошего ваше здоровье не болейте пока пока